Ректороманоскопия, либо как их называют, ректоскопия, это синонимы исследования прямой кишки и дистальной части сегмовидной кишки. Об этом я вам подробно рассказывала и даже показывала оборудование, с помощью которого это исследование проводится. В общем, кто не боится, смотрите видео, ссылка на которое размещу в тексте ниже, здесь. Ректороманоскопия не заменяет другие методы обследования толстой кишки, такие как аноскопия и кулноскопия. Об этом тоже уже рассказывала, так что повторяться не буду. Как же правильно подготовиться к ректороманоскопии? Прежде всего, необходимо очистить прямую кишку и дистальную часть сегмовидной кишки от каловых масс. Это можно сделать с использованием фармакологических объемных микроклизм, например, Энемоклин. По следующей схеме, две клизмочки вы делаете вечером накануне перед исследованием и утром в день самого исследования также две клизмочки. Причем ставьте их одна за другой, выжидать какое-то время не нужно. Также вы для этих целей можете воспользоваться обычной кружкой эсмофа. Либо вечером накануне исследования, если ректороманоскопия у вас с утра, либо утром в день самого исследования. Также вы можете воспользоваться специальными препаратами для подготовки к колоноскопии, о которых я вам уже тоже рассказывала. Повторяться не буду и ссылочку размещу в тексте ниже. Так что смотрите. В любом случае выбирайте наиболее подходящий вам метод с учетом ваших особенностей, если такие, конечно, имеются. Либо согласуйте подготовку со своим врачом. Второй момент – это диета. Вот здесь для подготовки к ректороманоскопии необходимо придерживаться диеты, в отличие от аноскопии, о которой я вам рассказывала немного ранее. Итак, если ректороманоскопия у вас в первой половине дня, то с утра в день исследования вы можете выпить стакан негазированной воды, чай с сахаром, либо без, это уже по вашему усмотрению, либо кофе. При условии, что кофе у вас не стимулирует перистальтику кишечника. Если же ректороманоскопия у вас во второй половине дня и тем более вечером, то в течение дня необходимо кушать небольшими порциями и придерживаться без шлаковой диеты. То есть кушаем белковую продукцию – рыба, мясо, кисломолочные продукты, сыры, либо яйцо. А вот после ректороманоскопии вы можете употреблять в пищу все, что вы привыкли. Ну вот так, я думаю, что вам стало гораздо проще. Теперь вы знаете, как правильно подготовиться к ректороманоскопии. В общем, берегите себя и думайте о своем здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова